А сейчас к теме, в честь которой мы пригласили в студию специального гостя. В это воскресенье страна отметит профессиональный праздник сильных духом и бесстрашных. Тех, от чего труда зависит экономическое благополучие всей страны. 30 августа в России, День шахтера. И в честь этого дня наш гость, один из лучших представителей этой достойнейшей профессии. Денис Рудченко, бригадир горнопроходческой бригады участка номер 2 шахты Яковлевского горнообогатительного комбината. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Ну, заранее я вас поздравлять не буду. Плохая примета. Не знаю, верят ли шахтеры в приметы. Но вот первое, что у меня возникло, Рудченко, фамилия, ассоциация Рудченко, Руда. Не знаю, права я или нет, но стало интересно. Вот как вы вообще в эту профессию пришли? Да, все очень просто. Дедушка, который был для меня всю жизнь авторитетом, а его профессия являлась предметом гордости. И после службы в армии, когда возник вопрос о деле давнейшей жизни, я колебался между несколькими направлениями. То ли вернуться на прежнее место работы. Работал я тренером в теннисной академии. Были предложения попробовать себя на службе в МВД. Ну, посоветовавшись с дедушкой, выбрал третье. И так попал на Яковлевский Рудник. Рабочую настоящую профессию для себя выбрали. Династия у вас получается такая. Да, дедушка отработал в шахте сам 36 лет. Вот, поэтому решил пойти по его стопам. Денис, а вы помните первый свой рабочий день? Вот вы сейчас задали вопрос, а перед глазами этот день. Получил лампу, самоспасатель. Дожидаюсь руководителя. Вижу, он идет навстречу в руках с куском металлической проволоки. И говорит, сегодня лампу привяжешь на проволоку, а завтра принесешь ремень. И вижу его удивление, когда сказал, что ремень я принес уже сегодня. Ребята на шахте подсказали. А дальше спуск. Дальше все быстрым шагом. Подъем с горизонта на горизонт. Пот в глаза. Пыль, темнота. И в одном из забоев руководитель Куценко Сан Саныч спросил меня, готов ли ты работать в это твое место работы. Готов ли ты? Ну, ответил, готов. Он подвел меня к наставнику Валерия Максименко. И сказал, дальше с ним. Вот так начались мои трудовые будни. Конечно же, изначально был не в восторге от тяжелого физического труда. Но, будучи спортсменом, меня это не пугало. Вы знаете, вы сейчас рассказываете про шахту. Я вспоминаю, как два года назад я тоже была в этой же шахте. И тоже все это чувствовала на себе. Непередаваемые ощущения. Глаза по пять рублей. Но восторга просто море. Ну вот, Денис, шахтер в прошлом и шахтер сегодня – это абсолютно разные люди. Что изменилось за последнее время? Расскажите. В характере людей ничего не поменялось. В шахту идут работать также здоровые, сильные люди. Изменилось оснащение. Стало больше инноваций. Сейчас наши комбайны оснащаются компьютерами. Многие механические узлы заменены автоматической гидравликой. На шахте у нас появились полуавтоматические буровые установки. Недавно прошло испытание погрузодоставочная машина, которая может управляться машинистом с поверхности. Денис, а дедушка рассказывал, как его труд выглядел 20 лет назад, 30 лет назад? Ну, естественно, все делалось вручную. Техники было мало, она не была настолько современная, как сейчас. Было тяжелее. Но это не исключает, что сейчас стало работать легче. Все-таки физический труд однозначно присутствует. Ну вот даже если 2020 год взять, мы, когда готовили справку, мы действительно сами убедились, насколько изменилось производство, насколько существенные перемены в работе Яковлевского комбината. Давайте посмотрим, каких успехов удалось достигнуть, чем можно гордиться. Давайте. Один из важных итогов 2020-го – коллектив Яковлевского ГОКа вырос до 2000 работников. Только в первом полугодии на комбинат прибыли почти 200 человек. Но главное – выросла средняя зарплата рабочего звена без учета управленцев. И она составляет сегодня 56 тысяч рублей. В 2020-м Яковлевский ГОК повысил качество железной руды с 60 до 64 процентов. А еще появились новые виды продукции. Например, аглоруда с разным содержанием железа, а также доменная руда и кварцит. 2020-й принес прорывы в технологиях добычи. Успешно проведены испытания первой в России автоматизированной погрузочной доставочной машины, управляемой, внимание, с поверхности. Не менее важный проект – освоение автоматического и полуавтоматического способа бурения. На повышение уровня безопасности и эффективности работы в диспетчерской подземного рудника работает видеостена, отображающая все производственные процессы. В 2020-м комбинат запустил беспрецедентную по объемам инвестиционную программу в более чем 8 миллиардов рублей. Завершается крупнейший в истории ГОКа проект – строительство сушильного комплекса. Его ввод позволит снизить влажность аглоруды, исключить смерзаемость и увеличить объемы поставок руды зимой. За первые полгода закуплены 85 единиц новой техники. Завершены модернизация ствола номер один – строительство повышенных железнодорожных путей на закладочный комплекс, возведение насосной фильтровальной станции. А для комфорта шахтеров появился административно-бытовой комбинат. На четырех этажах шесть раздевалок, семь саун, актовые и тренажерные залы, комнаты выдачи, экипировки, прачечная, здравпункт и кафе. Объемы социального партнерства комбината с администрацией Яковлевского округа растут. В 2020-м ГОК направил 35 миллионов рублей на капитальные ремонты и оснащение мастерских местного политехнического техникума. Для горожан в строителе построен скейт-парк. А в период коронавируса комбинат оказывал помощь семьям всего Яковлевского округа, пострадавшим от пандемии. Полтысячи человек получили платежные карты для покупки продуктов на сумму 6 тысяч рублей каждая. Вы знаете, Денис, а я вспомнила еще один момент. Я как раз тогда работала в эфире, когда произошла вот эта трагедия, взрыв дома в Яковлево. И Яковлевский ГОК тогда, он незамедлительно, буквально, решение было принято в течение суток. Он принял решение по 500 тысяч рублей каждой пострадавшей семье выделить. То есть не только своим работникам, каждой пострадавшей семье тогда была выделена эта сумма. И вот знаете, эмоционально это было настолько через душу пропущено, что не было равнодушия к чужой беде, что, казалось бы, комбинат, он откликнулся, он помог, и это было очень ценно. Тогда через сердце, наверное, вся бригада наша пропустила. Да, было. Ну вот еще одна важная особенность, безопасность в шахтах, явный тоже приоритет комбината. Из года в год мы видим какие-то новые технологии во всем, в том числе даже вот в вашем обмундировании. Вот взять даже, к примеру, каску. Что здесь нового появилось? Расскажите, пожалуйста, вот, казалось бы, обычная каска, да? На каске появились световозвращающие наклейки, напоминания. Держите, на правах владельца. На ней то, что безопасность, это в первую очередь ответственность каждого. Но самое интересное то, что у нас появились новые фонари, которые монтируются на каску. И давайте расскажу, что у них нового. То есть лампа стала намного меньше, легче, стала оснащаться яркими светодиодными лампочками. Также она имеет GPS-навигацию. В фонарь встроены два датчика. Это датчик температуры. Вот, можете проверить. Сейчас в вашей студии 25 градусов. Угу. Будем знать. Датчик СО. Но самое интересное, что данный фонарь имеет одностороннюю связь. То есть раньше диспетчер мог с нами связываться только подачей световых сигналов. Теперь мы же получаем СМС-увыдомление, которое приходит сюда и отображается на этом дисплее. Что в первую очередь однозначно поможет при аварии и просто в обычных будничных коммуникациях. И звуковое сопровождение тоже есть какое-то, да? Да, естественно. Если показатели датчиков превышают норму, то сразу фонарь сигнализирует как световым, так и звуковым сигналами. А вот раньше задымление проверяли канарейками, задымленность. Ну, это очень давно. Это было очень давно, но вот тем не менее факт. Тогда таких касок не было. Денис, шахтерский труд нельзя назвать легким. И никогда, наверное, нельзя было назвать легким. Нужно иметь поистине богатырское здоровье. Вот стало интересно, как за вашим здоровьем следят? Как проходят осмотры медицинские перед сменой? Может быть, какие-то специальные программы оздоровительные у вас есть на комбинате? Перед каждой сменой мы проходим медосмотр. Сейчас у нас в медпункте появились новые установки, которые одновременно могут измерять давление, температуру и состояние алкогольного опьянения. После этого получаешь чек о прохождении, либо не прохождении и допуска в шахту. Также у нас проводятся ежегодные профосмотры. Сейчас на предприятии работает программа добровольного медицинского страхования. И в случае болезни можно обратиться в клинику из списка этого полиса. Это здорово. Это очень хорошая поддержка в плане здоровья. Труд шахтера, опять же, он не восьмичасовой. Мне кажется, он гораздо длительнее. Потому что когда мы были два года назад в шахте, мы там провели целый день. Наверное, часов 10 мы там провели точно. С учетом всех, пока нас экипировали, спустили, подняли, пока мы доехали до забоя. То есть это очень много времени на самом деле. Устаете. Наверняка устаете. Вот остается ли вообще свободное время, желание, силы как-то проводить свободное время, встречаться со своими, возможно, коллегами вне работы? Проводятся различные конкурсы, мероприятия, соревнования, спартакиады. К слову, победителем одной из таких спартакиад удалось стать и мне. Праздник проводился в преддверии Дня защитника Отечества. И я в составе команды шахты стал победителем в нескольких номинациях. В каких? Поднятие гири, перетягивание каната. То есть спортивное прошлое все-таки дает свои результаты. Да, конечно. Денис, вот у пожарных, у них тоже не менее ответственная работа, они всегда желают своим коллегам сухих рукавов. А что желают своим шахтерам, своим коллегам шахтерам? Вот что бы вам хотелось пожелать в преддверии профессионального праздника? В первую очередь, конечно же, хотелось пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения новых вершин, достойной оплаты труда. Ну и профессиональные поздравления каждому работнику шахты, желаю, чтобы количество спусков всегда равнялось количеству выездов. Мы поздравлять вас не будем, пусть это будет 30 августа, но хочется пожелать все-таки богатырского здоровья, чтобы оно и оставалось богатырским. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Продолжение следует...